Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Благодаря широкому спектру мер в Карачао-Черкесии снизился уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда. В регионе с начала года трудоустроено свыше 5000 человек, ранее считавшихся безработными. Ведется и работа по поддержке малого и среднего предпринимательства самозанятых граждан. В общеобразовательной школе села Садовое Дагихабльского района состоялся республиканский семинар встречи с участниками программы «Земский учитель-2022». Педагоги собрались, чтобы обменяться опытом, а также повысить мастерство учителей на селе. Подробности в репортаже Альбины Курачиновой-Кенжевой. В уютной и обновленной школе дружный коллектив встречал гостей у порога и провожал в актовый зал, где собралось руководство Министерства образования и науки Республики, руководители муниципальных органов управления образованием и педагоги-победители конкурса «Земский учитель-2022». Присутствующих приветствовал директор Эльвира Блимготова. Мы рады приветствовать вас сегодня в стенах нашей обновленной, открывшейся после капитального ремонта школы. Цель сегодняшнего мероприятия – обмен эффективными практиками, организации образовательного процесса, педагогов, участников программы «Земский учитель». А также выстраивание системы непрерывного повышения профессионального мастерства работников, педагогических участников программы «Земский учитель». Учителя привносят что-то новое из года в год, общаясь, перенимая опыт друг у друга. Неравнодушие, стремление добиться успехов и максимально состояться в своей профессии – все это вносит вклад в развитие педагогической сферы региональной системы образования. Опыт, который сегодня представлен педагогам, те проблемы, которые они могут обсудить – все это полезно и даст импульс для продуктивной работы, отметила министр Инна Кравченко. Уже стала добрая традиция, что в начале нового учебного года, после периода адаптации, мы встречаемся с победителями конкурса «Земский учитель». И сегодняшняя наша встреча не стала исключением. 22 победителя в 2022 году стали участниками нашей программы «Земский учитель». Сегодня мы с вами встретимся для того, чтобы, во-первых, познакомиться воочию, потому что комиссия отборочная, которая работала, республиканская, по большому счёту работала с вашими документами, но не с вами. Во-вторых, мы сегодня увидим лучшие педагогические практики и дадим оценку. Гостям провели экскурсию по школе, продемонстрировали новейшие технологии образовательного процесса, провели физико-химический опыт. Лучшие учителя провели перед участниками семинара уроки и показали на практике новые методические приёмы и формы работы. Увлекательное обсуждение, выявление и анализ проблем, возникающих по ходу ведения урока, разыгрывание учебных ситуаций с последующим обсуждением, дискуссии – всё это вызывало интерес учителей и доказывало правильность их профессионального выбора. Программа «Земский учитель» – это, конечно, большая поддержка учителям. Сегодняшний семинар тоже приносит свои результаты, обмен опытом между учителями. Люблю свой предмет, люблю детей, самое главное, почему я нахожусь 27 лет в школе. В конце года Министерством образования и науки планируется встреча таким же составом для более детального обсуждения педагогической деятельности земских учителей. Альбина Курочинова-Кенжи Валек Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Накануне в Карачаевске водитель иномарки сбил на пешеходном переходе двух несовершеннолетних. В результате ДТП один человек погиб, второй госпитализирован. Была ли возможность избежать трагедии на дороге, выяснял корреспондент Артур Мхце. Трагедия произошла в Карачаевске на улице Ленина. Иномарка под управлением жительницы аула Сырытьюс не остановилась перед пешеходным переходом, по которому дорогу пересекали несколько человек, в том числе двое детей 7 и 8 лет. Мальчик и девочка проехали по зебре на одном велосипеде до столкновения с автомобилем. В результате ДТП один человек скончался на месте происшествия, второй госпитализирован. В отношении водителя по факту наезда на несовершеннолетних пешеходов возбуждено уголовное дело. Этот случай, к сожалению, далеко не первый в республике, когда автомобилисты насмерть сбивают детей на оборудованных участках автодорог. С начала текущего года на территории республики с участием пешеходов зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек погибло и 45 получили ранения различной степени тяжести. Вроде бы имеется всё необходимое, чтобы не допускать несчастных случаев. Знаки, разметка, кое-где искусственные неровности. Однако некоторые водители с упорством повторяют ошибки других виновников аварии, не пропуская пешеходов на зебре. Нередко вину за случившееся обязаны разделить с автолюбителями и пешие граждане. Даже на оборудованном переходе необходимо посмотреть по сторонам и только затем пересекать проезжую часть. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения. Автоинспекторы Карачаев-Черкесии периодически встречаются с юными жителями республики. Посещают школы, детские сады, объясняют несовершеннолетним, что можно и чего нельзя делать в непосредственной близости от едущего транспорта. Кому-то наглядные примеры и реальные истории из практики полицейских помогают, другие пропускают информацию мимо себя. А ведь каждому участнику дорожного движения необходимо помнить, что очень многое зависит от внимательности и знания правил. Того же происшествия в Карачаевске могло не случиться, если бы водитель оказался внимателен на дороге и окружающие пешеходы подсказали детям, как правильно переходить проезжую часть. Увы, ничего этого не было сделано. Артур Махцель-Бастанов, Вести Карачаев-Черкесия. В Карачаево-Черкесии местами дождь, ночью в горах с мокрым снегом, днем в отдельных районах сильный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура ночью 4-9, в горах минус 1, плюс 4, а днем 11-16 градусов тепла и местами до плюс 10. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура ночью 5-7, а днем 13-15 градусов тепла. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Вы ее ждали? Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Окна в рассрочку. Оконные комбинаты. 8-938-333-90-00. Продолжаем выпуск. Специалисты Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора бьют тревогу. В Хаберском районе существует явная угроза вскрытия североязвенного захоронения, которая расположена в непосредственной близости от реки Большой Зеленчук. Около потенциально опасного объекта побывал наш корреспондент Артур МХЦ. Воды Большого Зеленчука впечатляют, неся с собой жизнь населению нескольких регионов страны. Однако все это может одномоментно исчезнуть, если люди продолжат относиться беспечно к тому, за что в ответе. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлено североязвенное захоронение, которое находится в ауле Беселения Хаберского района. Возникла угроза затопления. Как видите, земельный участок расположен в пойме реки Большой Зеленчук. Этому захоронению на окраине населённого пункта в нынешнем году исполнилось 30 лет. По данным специалистов Россельхознадзора, умершее в 92-м году от сибирской язвы животное было утилизировано в полном соответствии с санитарными правилами. Сожжено, а останки спрятаны в землю в бетонном саркофаге. Главное – не давать проточной воде допуск к сооружению. Однако именно это в последнее время происходит. В периоды паводков и дождей река Большой Зеленчук значительно увеличивается в размерах. Имеющийся здесь берегоукрепление выполняет свою функцию лишь формально. Если не принять экстренные меры, то может произойти полностью размыв сибирязвенное захоронение. И, как видите, река находится поблизости, что будет размыв сибирязвенное захоронение, что вызовет угрозу распространения сибирской язвы. В течение какого времени надо решить эту проблему? – Незамедлительно. Тут временной отрезок нельзя обозначать – год или два, или месяц. Потому что, сами прекрасно видите, река находится в непосредственной близости. Если завтра опять паводок будет, никакой гарантии нет, что она не смоет это сибирязвенное захоронение. – Специалисты Россельхознадзора требуют от администрации сельского поселения немедленно предпринять все необходимые меры. Информация о проблеме также направлена руководству Хабецкого района, а также в региональное управление ФСБ, Роспотребнадзора, прокуратуры. Пока же всё, что сделано здесь – это сваленные в кучу большие валуны. Может, таким способом предполагается защищать захоронение от подтопления? Если же саркофаг вскроется, а споры попадут в реку, последствия могут оказаться печальными для очень многих. К слову, не мешало бы обновить табличку на самом объекте. Сейчас на ней с трудом читается лишь слово «сибирское». Безопасность людей в их собственных руках. Хотя, глядя на окружающие холмы, даже не верится, что кто-то заботится о сохранении родной природы. Вдоль дороги к захоронению свалены горы мусора. Каждый раз после субботней уборки подрядной организацией становится чище. Однако жители аула и соседних населённых пунктов уверенно подталкивают собственную землю к экологической катастрофе, фундаментом которой может как раз стать сибиреязвенное захоронение примерно в пяти метрах от реки Большой Зеленчук. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия, Хабецкий район. В КЧГУ имени Умара Алиева в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» прошла встреча с бизнес-тренером, консультантом Александром Глоком и экспертом федеральных образовательных проектов Игорем Носовым. В ходе мероприятия студенты получили необходимые знания по технологическому бизнесу и узнали, как адаптировать свою бизнес-идею под отечественную экономику. Подробнее расскажет Альхан Лепшоков. Проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» направлен на раскрытие потенциала введения своего бизнеса молодежи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства. Бизнес-тренер-консультант Александр Глок поделился своими знаниями разработки своих бизнес-идей. Ключевой показатель федерального проекта вывести в экономику из университетов 30 тысяч технологических предпринимателей к 2030 году, отмечают спикеры. Сегодня мы работаем в Карачаевске со студентами университета и проводим тренинг «Технологическое предпринимательство», «Основа технологического предпринимательства». Рассказываем студентам о том, как генерить идеи, как прописывать бизнес-модель, как тестировать свои идеи, где находить клиентов, что вообще такое технологическое предпринимательство и чем оно отличается от обычного. Эксперт федеральных образовательных проектов Игорь Носов в формате деловой игры и тренингов познакомил ребят с особенностями технологического предпринимательства. Данный вид бизнеса – это инвестирование финансовых и интеллектуальных ресурсов, специфические активы, основанные на актуальных достижениях и знаниях в областях науки и техники. Мы сделали такую немножко смешанную историю, когда и поделились нашим опытом создания классического бизнеса, причем опыт группы всегда больше, чем опыт одного человека, даже двух. У ребят здесь была даже девушка, у которой в Нальчике есть своя собственная студия растяжки. Поэтому это была такая процедура обмена опытом. Плюс основы технологического предпринимательства, чем технологическое предпринимательство отличается от классического, мы с ребятами разбирали в формате лекции, в формате вопроса-ответа, и сейчас переходим уже в формат такой деловой игры. Студенты активно включались в тренинги и практикумы. Участники уверены, что проект поможет им в будущем стать предпринимателями и реализовать свои стартапы, адаптируя их под российский рынок. Инструменты, источники финансирования, очень огромный багаж знаний, было очень много полезной информации. Скажем так, появилось огромное желание начать заниматься бизнесом, вникать в это все инвестирование, построение своего бизнеса и так далее. Студенты не сомневаются, что встреча со специалистами позволит перенять их опыт, даст возможность избежать ошибок и в течение короткого времени дойти до поставленных целей. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В семье единой под таким названием картиной галереи Черкеска проходит выставка художников-юбиляров. В трех залах размещены лучшие работы, ставшие частью культурного наследия большой и малой родины. Пейзажи с неповторимой природой республики, удивительные портреты, лиричные и тематические картины, выполненные в разных техниках и стилях радуют взор поклонников искусства. Все это культурное богатство создано нашими земляками, входящими в союз художников Карачаева-Черкесии. С особой теплотой вспоминали творчество заслуженного художника России Умара Мижева, автора герба Карачаева-Черкесии. На выставке произведения заслуженных художников республики Бориса Атаева и Юрия Карасова, картины народного художника Карачаева-Черкесии Николая Кузнецова, портреты заслуженного художника республики Мухаммеда Хохандукова, работы Казбека, Французова и многих других. Выставка продлится до 30 октября. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Художник».